Возьми свой крест и следуй за Христом. Первую в сезоне митрополитчью гостиную посвятили празднику крестовоздвижения. Гостями вечера стали княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова, актеры театра и кино Ольга Кабо и Никита Высоцкий. О чем говорили на встрече, расскажет Людмила Столярова. Несколько месяцев назад митрополит Иоанн пригласил белгородских художников на пленэр в Холке. Единственный действующий пещерный монастырь региона в этом году отмечает 20-летие со дня возрождения. Мастера кисти на приглашение отозвались охотно и создали в Холках более 100 этюдов и картин. Это живописные графические работы. Впервые художники получили такой подарок, как провести целый единственный монастырь. Мы жили в этом монастыре вместе с монахами и писали эти работы. Это наш взгляд художника на данное святое место на Белгородщине. На 34-градусной жаре 10 художников писали с одной натуры. Но вот только восприятие действительностью каждого автора свое. Поэтому и местность угадывается лишь по знаковым ориентирам. Знак благодарности за уникальную возможность работать в монастыре художники передали часть работ в дар митрополии. Здесь не все с монахами мы жили, это работа работа в дар митрополии. Да, да, да. Поэтому пора быть вместе с нами. Литературная часть вечера напомнила гостям о теме встречи. Что значит нести свой крест? И собственно, что это такое крест? Размышления на эту тему приводятся в книге митрополита Иоанна «Небо нашей жизни». В ней владыка рассказывает притчу о человеке, который был недоволен своей ношей и хотел сам выбрать себе крест. Человек долго ходил, выбирал, но ни один крест ему не подошел. И вот наконец он увидел маленький серый крест, стоящий вдалеке. Подошел, примерился и крест прямо лег ему по спине. Человек сказал, вот Господи, вот этот крест я хочу нести, а Господь ему, а что же ты ропщишь? Это и есть твой крест. В России крест – это еще и знак отличия. Об истории и наград рассказывали работы по фалеристике. Часть экспозиции посвятили публикациям о гостях встречи, афиши, журналы, биографии. Тут же присутствующим представили альманах. И над водами оскола ожил древний монастырь. Идея создания этого альманаха родилась здесь, на одной из встреч митрополитчей гостиной. И вот получился такой замечательный синтез литературы, живописи с глубокими духовными смыслами. Беседа в Большом зале митрополии по традиции началась с обращения владыки. Рассуждая о библейской истории обретения креста, митрополит напомнил о необходимости поиска ответов на самые важные вопросы. Человек должен спросить себя, а что есть мой крест вообще? И что такое крестоношение? Только ли страдание крест, который нам дается? Ведь один из самых тяжелых крестов – это крест славы или крест власти, который приводит к непоправимым изменениям в душе человека. Когда у нас рождаются дети, является ли это крестом или нет? Такое многообразие в понимании темы и определило ход дальнейшего разговора. Гости говорили о понимании своей задачи. Княгиня Ольга Николаевна Кульковская-Романова, вдова племянника Николая II, видит свои миссии благотворительности и прославления семьи императора. Так что я стараюсь сделать все, что могу. Во-первых, у меня, конечно, задача была продолжить идеи и желания Тигра Николаевича, моего супруга, то, что он хотел видеть в Россию. Но я чувствую, что я должна что-то докончить для него. И это что-то является в той разлуке, которая у нас семья совершенно расстелена. Может ли талант стать непосильной ношей, крестом, который погубит человека? Этот вопрос возникает при осмыслении творчества Владимира Высоцкого. Артист был знаком с семьей митрополита и бывал не в гостях. Дружбу с Владыкой сегодня продолжает сын Владимира Семеновича Никита. Он прочел для гостей несколько сочинений отца. Песня. Ворву сварепейник, порву бока и выбегу в городу! Волос, который так похож, и строки, которые были написаны на разрыв аорты, напомнили о непростой судьбе Владимира Высоцкого. Еще при жизни он задавался вопросом, что будет с его творческим наследием и какая останется память. Неся свой крест, он был человеком не воцерковленным, но верующим. И, конечно, мой отец, я всегда буду говорить о нем в таких превосходных степенях и буду говорить, не буду избегать каких-то острых углов. Это понятно, это нормально, но я думаю, что все-таки, пусть немножечко я переслачиваю, но по большому счету я думаю, что я говорю и правду, потому что я ее ощущаю как правду и правду, потому что все-таки я его помню. Он был верующим, он понимал свое предназначение, и этот дар выжигал его изнутри, просто выжигал. А еще крестом может стать любовь. Такую мысль высказала актриса театра и кино, каскадер Ольга Кабо. О чувстве трагическом и счастливом, испепеляющим и вдохновляющим писали многие русские поэты и поэтессы. Отрывки из любимой лирики актриса прочла для белгородской публики. И падает вам швачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал, и все терялось в снежной мгле, все двое белый. Свеча горела на столе, свеча горела, на свечку дула из угла, и жар соблазна, взвал, как ангел, два крыла, крестообразна. В этот вечер звучала и музыка. Митрополит порадовал гостей очередной премьерой. Владыка сам аккомпанировал за роялем. Нам дано лишь ты изредка, смак прекрасных стыдится мою. Тебя мне не найти. Встречи митрополитчей гостиной традиционно объединяют представителей культурной сферы и общественных деятелей. Темы вечеров обычно определяют памятные даты и православные праздники. Людмила Столярова, Сергей Драчев. К этому часу, Белгород. Редактор субтитров А.Семкин